Впереди аварийно-опасный перекресток. Кэфэ, 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 пошли кэфэ, кэфэ. На Ураль. О, че? Здравствуйте, подверьте, пожалуйста, за ресторан. Я не могу к главному входу выезжать. Все, лампочка погасла. Хотите работать в такси и ищите надежного партнера? Рекомендую Эксперт Парк, ведь они разработали уникальную программу Эксперт Парка 2.0 с самыми выгодными условиями на рынке для сотрудничества с Яндекс.Такси и Яндекс.Доставкой. С ними ваша деятельность будет законной. Компания легально работает более 8 лет. Став парковым самозанятым в Эксперт Парк вы получите следующее преимущество. Комиссия на заказы для самозанятых всего 40 рублей в сутки. Автоматические выплаты для комиссии на карты любых банков. Круглосуточная техподдержка и личный колл-центр. Бесплатно помогут получить разрешение и регистрироваться в реестре перевозчиков и многое другое. Но если вы хотите попробовать себя в доставке, вы также можете связаться с техподдержкой Парка и получить лучшие условия сотрудничества. Выберите свой формат работы и подключитесь в Эксперт Парк уже сегодня. Все контакты на экране и в описании. Работайте легально и зарабатывайте вместе с надежным партнером. Вот мы спускаемся к речке, к мосту. Вот у нас весь город стонет, что им нужен новый мост. Нужно этому мосту постоянно пробки. Город находится на одной стороне и с другой стороне. Короче, город разделяет река Осеть. И в центре города у нас только один мост. На краях есть мосты, но в объезд ехать это вообще не вариант. Здесь постоянно что с утра, что с вечером пробки. Не дай бог, авария случится вообще. Весь город встает. Все, документы на базе. Слава богу. На линию выходят. Разрешение. Тачку просят сделать. Откуда, блин, денег столько? Все считается, что таксисты, миллионеры. Ездят по 100 рублей. Так самозанятые. Не знаю, говорю, что я самозанятым стал. Уже давненько. У меня это приоритет снизился, потому что в другой машине у меня тут колы-колов наставили. Тут катался, видите. Что-то вообще. Короче, пассажирки. Пассажирки не хотели пива, не давал пить в машине. С пивом нельзя у нас. Ну, короче, выходные покатал я, видите. Плодотворно как-то. А им всем с пивом, а да я не разрешаю. Соответственно, колы стоят. Яша считает, что нужно с пивом тут должны разливать. Пениться. Вонять. Покурить не разрешал в машине. Ну, вот как бы итог. Вот он, налицо. Ну, ладно, что. Так что. Рейтинг у меня такой. Я сейчас вот пропустил заказ, ехал. Это так. Ладно, что, будем работать. Поработаем, наверное. Я бы спался, в принципе. Пока вроде. Кэфы разгораются потихонечку. Может, будет работать. Как вы думаете, стоит поработать еще? Да я думаю, стоит. Все, давно ничего не снимал, тем более. Сейчас день перепаркуемся. Стоявши никак не может растормозиться. Вот с линии уходишь вообще так долго. Специально он, что ли, паузу такого держит. Вон, бензин заканчивается. Мы передаем друг другу автомобилю. Вот где-то чуть-чуть побольше бензина, чтобы лампочка не горела. Ну, чтобы хватило, тебе до заказчика 2-3 до заправочки. Но будем в том районе, где недорогая заправка, заправимся обязательно. Если не успеем, то где-нибудь заправимся. Бензин тоже подорожал, все подорожало. Здесь возле бомба строя припаркуемся. Мы ждем заказчика. Короче, все требует. Снялся. Плюс 30 всего. Чайковского 23. Едем. Поверните налево. 600 метров подачи. Поверните направо. Короче, едем. Заявочку. Осталось 400 метров. До конца маршрута осталось 50 метров. У пассажиры мы. Вы приехали. Вот такой доход за 4 километра 8 минут. И там еще заказ упал. Пожел, пожелтухи, блин. Через 100 метров поверните налево. 900 метров подачи из кэфов. Вот не знаю, если катать цели, то надо ездить. А если нет, то надо домой ехать. Надо определиться. То ли катают цели. Ох, вообще тяжело катать. Все время на смарт. Смотрит. Если смысл, блин, заброску. Надо уйти с линии. Маршрут перестал. Тут сует заявки. Через 50 метров поверните налево. А затем поверните налево. В Тузово поедем. Сколько здесь? 2 километра. Ну ладно, коротыш. Коротыш для этих вообще нормально. Как для цели катать. Там получается заказать, заказать, доплачивать. Ну и выленько. Надолбил. Здравствуйте. Кутузово? Сейчас еще подождем. Ага. Что-то даже это. Не запомнился, сколько стоило заказ. Что-то посмотрел, короче. Седьмой заказ. Так. 92 рубля, что-то. Охренеть. 107, блин. Жесть. Жесть, 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 жесть. Что это? Домой надо ехать. Ха-ха. Вы как-то там вроде разгорелись. Не знаю, не знаю. Поехали на заправку. У нас уже горит дома лампочка. Там посмотрим, подумаем. Так, сколько? Семь заказов сделаешь. Семь заказов тысяча. Уже видите, выходим из графика. Надо 1200, чтобы за шесть было. На южном, район южного, центр прогресса бокса. Там культурный центр клевер слева. Школа. Одна из крупнейших школ в Свердловской области слева. Ну, короче, такой райончик. Нормально. Новые домишки. Как я потом днем покажу вам. Время в данный момент 23.07. Едем на заправочку. О, кошак шарит, да? Когда перебегать дорогу. Молодец какой, а? Ай да мальчик умный. Хе-хе-хе. Успел, молодец. Молодец. Впереди аварийно-опасный перекресток. Аварийно-опасный перекресток. Витаол. Вот на этой заправке я заправляюсь. С 92-м. 48-м. Со скидкой. За наличный расчет дешевле. Так 50-м стоит сейчас. А, 47-99 акций. За наличку заправляюсь. Да, дешевле уходит. Еще плюс-бонусы там копятся. Программу установил. Все, покажу программу. Программулен. Вот такая вот бонусы, короче, копятся. Вот у меня 190 рублей накоплено. Примерно за заправку, за 10 литров рублей, не знаю сколько, 30 еще бонусов. Я много не заправляюсь, привычка. Раньше много заправлялся, тачка ломается, без остается. Вот. Рублей по 500 заправляюсь обычно. Ладно, пойду заправлюсь. Короче, такая закраночка. Здесь литр залил. На 500 рублей. Даже больше. На автолент сходить. Местечко есть недалеко. Постигать. Поссать, короче, надо. Быренько. И выходить на этот, на линию. Пока кафе есть. Кафе, кафе, кафе. Пошли кафе, кафе. Надо успевать. Местцы, пацан, прорвемся, да? 120 заказов у нас. Ну-ка. 120. Разделить на 5. По 24 заказов. Сейчас домой уехать. О, дальняя подача. Да нафиг, я что-то дурак. Заказ отменен. Прошло то время, когда я брал эту галимую херню. Ладно бы не было заявок еще. Ну все. Весь город разгорелся. Она мне дальнюю подачу съет. Ха-ха, нашла дурака. Но-но. Бонусы. Вот эта хер такая вот, как делать. Эта гарантия спроса такая. Фигня стала вообще ненормальная. Ненормальная, короче. Раньше лужи были нормальные темы. Сейчас фигня даже. И сколько раз пробовал. Не нравится вообще. Дает там что-то. Плюс 70 рублей. Плюс 30 рублей. Раньше все понятно там. 380 рублей от 380. Поехал, уже знаешь, что если. Кудачок, почем. А сейчас не поймешь, сколько тебе насчитают. Как насчитают. Короче, фигня полная. Да что такое дальние подачи дает. 6 километров. Да нафиг надо. Что, заболел что ли? Заказ отменен. До свидания, тетя Вася. Тетя Вася. Заказ отменен. Я на южном стою. Во. Тут нормально. 120 уже стало. Черт, пятилетки. 1,7 километров. Поехали. Поверните налево. Все, стартуем, че. Вот такой вот грузовичок. Вообще тема. Для работы. Можно с такси уходить. Ну, пока у нас такого грузовичка нет, приходится фигачить в такси. Или вот такой, хотя бы, Камазик. Блин, ляма полтора-два стоит в таком состоянии. Судя узнавал в газельке, почему стоит, звонил в кредит. Короче, четырехметровые, простые, со старым кузовом. Нинекс, три миллиона, что-то, семьдесят, и только наличие не должно привести. А простая, трехметровая газель Нинекс тоже. Бортовая, короче. Ну, вот этот, четырехметровый, который за три ляма, там уже евро идут. Ну, вот эти шторки, там, европлатформа. Через шестьсот метров, держитесь левый полосу. А, помощник машинистов. Короче, европлатформа три ляма стоит. Эта простая газелька с простым кузовом. А этот два, то ли шестьсот, то ли восемьсот, короче. Короче, она мне считала, кредит на семь лет восемьдесят тысяч. Где такие деньги возьму? Я офигею цены. Это в кредит, блин. Восемьдесят тысяч. Это при том, что у меня работы нету на газельке еще. Да даже если бы была, это же надо заработать. Это просто реально в ней жить, на нее. Семь лет батрячить на этот металл. А столб его расшибить. Да нафиг надо. В итоге сейчас коммерческий транспорт вообще будет в цене. Он уже влетит в этот. В небо улетает. Все дороже и дороже будет. Жесть. Куда катимся, фиг знает. Поверните налево. Во двор. А затем поверните налево. Опять работников повезу монетки развозить. Поверните направо. А затем поверните направо. Повезу монетки. Раз, два, три точки. Три. Здравствуйте. Три остановки. Там двое. Там двое. Да и это же дороже, да? А все это билетки не надо? Нет, нет. Это, это, ааа. А, ааа. А, ааа. А почему там указано, да? Да. А почему там указано, да? Не знаю. Я пока-то знаю что-то. Я пока-то знаю что-то. Друзья, каждый раз так есть. Все редкость, когда вот такие разводы. Почему там указано? Да. Видимо, не угадано. У нас одна точка лишняя, да. А какая? Ну, а он прям там же находился. Вот эта четвертая пятилетка, да? Да, да. Ну, вот почему-то она так и не дано. Не знаю. Сколько она расколовка лежит? Да, не сколько она не стоит. Там по километре журнала. Ну, может, рублей десять такие. А может, нет. Ну, видите, если будет большой спрос, то, может, и капре. А вы? У вас постоянно, что ли, она так вот скакит? Да. Постоянно так вот скакит? Да нет, это просто молодой человек. А-а-а. Звали, у него так выскочила. Я понял. Ну, может, ты... Ну, может, ты... Не. Не. Не, не намного, не... Если, если и подороже, то сегодня, то, то, по-моему, примерно 10. Ну, у нас два романа пятилетка одной и тоже там. Ну, скорее всего, да, не километраж. Да, если бы куда-то далеко, то, да, там, пересчитал. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Я еще удивился, два человека, а точек три. Да, да. Кого мы высаживали? Да, да. Я его, Никита, почему-то не расставил. Он говорит, ну, наверное, то, чтобы там приеду, надо ездить. Да, не, 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 не. Ну, куча, наверное. Уйти хоть постоять. Размяться. Распремиться. Показаем. Уйти хоть постоять. Размяться. Распрямиться. Показаем. Показаем. Восемь заявок сделаем. Восемь заявок. Восемь заявок. Ночь уже прохладненько. На Урале. Отдых закончился. 2410. Нормально. Суворово. Поехали. Пойдет. Поехали. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. Полидали. Так, там показывают другую сторону. Нитку. Что у нас там? Насадо встаем. О, пидоры, блин. Нормальный такой заказ. Отменить. Ладно, что. Паркуемся. Сейчас другой дадут. Значит, не судьба. Может, лучше дадут. Пропускаем. 5,3 километра. Заказ отменен. Нахера нам не нужен. Смысл-то в том, что гарантии никакой нет. Писали бы, что по карте, что гарантия какая-то есть. То, блин, приезжаешь и там отмена. Ну, нафига оно мне нужно. Так бы можно было поехать. А они ничего сейчас не гарантируют. У меня тут был золотой статус. Там написано. Гарантируют, если кинут там. Ну, нифига это. Ну, там приезжаешь на заказ. За наличку у тебя. Никто не выходит. Никто тебе не компенсирует. Дают там эти промокоды. И то не всегда. Что золотой статус. Я вообще не вижу смысла этот золотой статус набивать. Херня какая-то. Золотой статус. Надо жить в машине, чтобы набить. А он у меня набился, потому что я самозанятого подключил. Там, короче, эти количество баллов увеличивается. На три месяца дается увеличенное количество баллов за самозанятого. Поэтому там проще было. А так вот нереально мне набиться за это. С моим графиком работать. Так, ну что, ждем следующий заказ. Затем такой. Такой-сякой. Еще тут задержка с выплатами идут постоянно. Этот Яндекс. Карта Яндекс.Про по-техническим. У них уже, блин, месяца два такая фигня. Поначалу нормально было. Сейчас что-то за херня. Напишите в комментариях у вас также пацаны. Пацаны и девчонки, кто работает в Яше. Ничего за херня. Город горит, где заявки. Давай. Яша. Яша, Яша, давай. Знаете, как я обычно делаю? Максим захожу, сразу заявку получаю. Ха-ха. Ну, в смысле, что это? Как сказать? Ну, то ли он видит, что я... Зарядку поставить, что я захожу в Максим. То ли что. Ускоряется сразу все. Ближайшее. Ктёвское парково. О! Сразу. Атмосфера. Пойди пьяный поеду. Поверните налево. Поехали. Там какой-то кафешка или что там. Короче, забегал в какая-то атмосфера. Это... Ну, как год, как её открыли. Может, больше. Я ни разу не могу. Через 300 метров. Держитесь левой полосы. Здравствуйте. Подъехайте, пожалуйста, за ресторан. Я не могу к главному входу выезжать. А куда надо подъехать? Куда ресторан. Куда отместировал. Ресторан. А я тут на Октябрьской стою. Это на меня куда надо подъехать? К этому? Куда-то объехать, да? А где именно вы стоите? А? А где именно вы стоите? На Октябрьской стою. Садно. Тестировано. Походу батарейка садится уже. Надо там уехать. Чикановский поезд. Вот такая заявочка. За наличку заезд. Все, пожалуйста. Сейчас, Сури, уже поработал. Сюда батарейка села. Все-таки подготовлены. Уезжая, забыл уже как снимать. Полинкэперы. Сейчас вот, я же в деревне живу, кто знает. Я в соседей. По пути, короче. Заявочку взял. По Максимке. По Варабану. Все, я всегда в мониторе. Все, я уже второй раз уезжаю днем. Утром. Ну как, днем уезжал. Ближе днем, чем утро. Поспать же надо. А решенька выспаться. И это. Тоже. В ту сторону уехал. По Максимке взял отсюда. И оттуда тоже по Максимке. Ну, какое-то. Блюд. Плюс заработка уже там рублей 600. Да вот сейчас еще 380. Но это грязными. Чистыми не знаю. Может быть. Максимке тут грязными считаются. 50 процентов. Так что вот, летим. Заберем сейчас клиента. Ведем поработаем. Что-нибудь поснимаем. Так-то так. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вон, видите, детская площадочка какая хорошая в деревне. Патриотическая. Только что звезда больше чем мыть. Как аттракционы для детей. Копейка. Все. Своё отработала. Встала. Заказ отменен. Пока уйдет. Остал. В один раз уехали сюда. Ну что, в два раз. Ухар. Ухар. Сейчас все правильно. Уехали. Понятно. Как? Потому что, если вы это, им дёргаете, чтобы не потерять. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok